Приступить к автоматизации добычи и переработке руды вы сможете сразу же, как только вы накопите достаточное количество красной руды, добываемой в джунглях. Для автоматизации вам понадобятся дрели, механические руки и конвейерная лента. Всё это крафтится из красной руды. Отдельно вам также понадобятся генераторы электричества. Одного генератора достаточно на одно место добычи. Во время раскопок и исследований пещер вы наверняка уже нашли месторождение руды в виде больших валунов. На карте такие месторождения помечены разноцветными квадратами, однако я советую ставить на них свои пометки, которые куда более заметны. Месторождение невозможно пробить киркой, здесь вам как раз и нужны дрели. На каждый валун можно поставить до 8 штук дрелей. Чтобы как можно скорее автоматизировать весь процесс добычи и переработки, свою первую дрель поставьте на месторождение красной руды, которое можно найти всё в тех же джунглях. Первое месторождение ищите как можно ближе к коридору, ведущему назад к вашей базе, так как на этом этапе у вас ещё нет возможности транспортировать руду к месту переработки, поставьте рядом с месторождением сундук и механическую руку, которая будет складывать добытую красную руду в него. Не забудьте также поставить один генератор электричества. По мере накопления красной руды крафтите больше дрелей, а также конвейерные ленты. Следующая схема размещения дрелей и лент возле месторождения мне показалась наиболее эффективной. Как только вы поставите 8 штук дрелей на один валун и накопите приличное количество красной руды, можете приниматься за строительство длинной ленты, ведущей к вашей базе или к месту переработки. Наладить переработку можно и возле самого места добычи, однако учтите, что однажды руда иссякнет и вам придётся перетаскивать всё в другое место. Лично я предпочитаю размещать несколько печей для переработки в одном месте, а потом подводить к нему ленты из разных месторождений со всей карты. На момент создания этого гайда в игре присутствует 7 видов руды. Медь, олова, железо, золото, красная руда, октарин и галаксид. Медь, олова и железо можно переплавлять в базовых печах. Для золота, красной руды и октарина вам нужна более продвинутая печь. И на галаксид, опять же, понадобится отдельная, самая крутая печь. Но об этом потом. Разместите печи в ряд или так, как вам удобно, оставив между ними одну клетку. Я предпочитаю следующую простую схему. В клетке между печками поставьте механические руки так, чтобы каждая рука была направлена от одной печи к следующей по цепочке. В начале этой цепочки можно поставить сундук, к которому можно подвести конвейер с рудой. Между сундуком и первой печью поставьте еще одну руку. Таким образом, рука будет забирать всю руду из сундука и укладывать в первую печь. Если в первой печи уже будет какая-то руда, например медная, то все остальные виды руды будут идти в следующие незанятые печи, пока в итоге все виды руды не займут все 7 ваших печей. Переработанная руда из печей также будет отправляться по цепи, однако задержаться в печах она не будет. В конце этой цепи поставьте еще один сундук с рукой, которая будет забирать всю переработанную руду из последней печи в цепи. Станция по переработке руды готова и осталось лишь только подводить к ней ленты из разных месторождений руды. Так как вам понадобится очень много лент, перед тем как их делать, я рекомендую прокачать навык крафта, дающий небольшой шанс скрафтить несколько дополнительных лент за один раз бесплатно. Это позволит вам значительно экономить руду. Если у вас еще остались какие-либо вопросы или вы хотели бы дополнить этот гайд, оставляйте комментарии. Спасибо за просмотр и счастливо!